В нашей студии появились гости, точнее, некоторых вы уже сегодня видели, если смотрите программу с самого утра. Надежда Бочкарева, руководитель приюта «Поводок» и Юлия Измашкина, менеджер по развитию приюта «Поводок». Доброе утро! Самые главные гости Алтай и Лукерья. Да? Самые главные. Самые важные, самые главные, уже прилично себя ведущие, как будто привыкшие к нашей студии. Я уже, кстати, примерно поняла, что, например, Алтай более спокойный и более уравновешенный, а Лукерья такая очень любопытная барышня, ну, по крайней мере, из того небольшого знакомства, сколько мне пришлось с ними провести. Рассказывайте о них. Лукерья по возрасту чуть-чуть моложе, простая Алтай. Лукерья примерно полтора-два года. Это хорошая собачка, скорее всего, эта собачка была раньше бывшая домашняя. Ее привязали около магазина и... Оставили. Да, оставили, она просидела сутки, волонтеры нам об этом сообщили. Мы ее забрали и увидели, что она не наступает на заднюю лапку. Повезли ее, конечно же, сразу на рентген, ну, в больницу в таких случаях в первую очередь. Сделали рентген, оказалось, что у нее сломана шейка бедренной кости. Вот не хочется мне думать про предыдущего хозяина, что, узнав о таком диагнозе, он решил просто собаку привязать. Не хочется мне об этом думать. Да, нам тоже очень не хочется. Собака была успешно прооперирована. Сейчас она ходит на всех четырех лапках, бегает спокойно, абсолютно. Ну, немножечко еще осталось зарасти шерстки. Собака пристраивается в семью с детьми, ну, конечно, не с маленькими детьми, чтобы ее могли мучить, повзросле. Если она, вы предполагаете, была домашней собакой, значит, наверняка какими-то минимальными навыками дрессировки она должна обладать. Не знаю, сидеть, стоять, лежать. Да, конечно. Плюс, опять же, у нас в приюте работают кинологи, которые с ней занимаются. Базовые команды, бытовую дрессировку, да, она прошла и до сих пор проходит. Надежда Васильевна немного занимается с ней сейчас еще триковой дрессировкой. Вот, наверное, вот такая история. Давайте теперь знакомиться с Алтаем. Алтай у нас мальчик, да, очень уравновешенный. Он чуть-чуть постарше, ему два с половиной года. Он у нас один из первых появился в приюте в нашем, когда была стройка, когда приют еще только строился. Как обычно, на стройке прибились собаки, которые, собственно, первыми и попали в приют. Это сколько времени он уже в приюте живет? С момента основания, вот у нас приюту в декабре было два года. То есть, в принципе, он к вам-то попал с щенком? Ну, подростком, да. Да, он попал к нам подростком с мамой, с папой, с братьями, с сестрами. Куда его? В квартиру, в частный дом? Как в квартиру, так и в дом. То есть мы не отдаем собак на цепи категорически, да. В вольеры некоторые собаки отдаются. Но предпочтение отдаем все-таки пристройству в квартиру или внутрь, в дом. Тогда главный вопрос, приучены ли они к улице? Они взрослые, их уже не переучить. Все ребята вообще отлично ходят на улицу. Понятно, что есть в приюте нюанс, да, что 160 собак, да, как бы выгулять. И могут случаться казусы. Вот, но все собаки прекрасно адаптируются к новым условиям. И сколько собаки уезжали, проблем каких-то с нечистоплотностью нет ни у кого. Ну что? Ну что, все понятно, по-моему. Прекрасные собаки, готовые уже для жизни в вашей квартире. С детьми поладят, с другими животными тоже поладят, потому что с ними занимаются кинологи. Плюс еще могут вам какие-то трюки показать, да, Надежда? Вы же их уже обучили. Да, у нас все собачки обучаются и успешно проходят дрессировку и участвуют в различных соревнованиях. Вот соседи придут к вам в гости или друзья, а вы смотри, что может мой пёс и сконцует для ваших гостей. Я, кстати, не так давно где-то смотрела видео, где сказали, что вот миф о том, что дворняжки, ну и беспородные собаки, они более глупые, чем породистые, это не что иное, как миф. Потому что на самом деле эти собаки тоже очень умные, хорошо поддаются дрессировке. И еще раз просто на них посмотрите, потому что, может быть, действительно, сейчас, глянув на Алтае или на Лукерью, вы поймете, что вот же, вот же, это та самая собака, которую мы хотим забрать к себе домой. И дай бог, они в ближайшее время обретут новых хозяев, любящих, заботливых, которые никогда их не бросят рядом с магазином, привязанными на поводок. Спасибо огромное. Сегодня у нас были гости из приюта Поводок. Ну и я надеюсь, что кто-то из наших телезрителей сейчас увидел в этих собаках своего будущего друга.